Ты уже успел передёрнуть затвор? Если нет, тогда смотри это видео, в котором собрано всё оружие с карты Элвер. Ну что ж, начнём, наверное, с ближнего боя. Хотя нет, лучше с тестовой пухи. ID 57019. Называется эта папка Test Gun и, по сути, содержит обычный калаш, который есть на карте Раша. Но оно отличается тем, что это просто обычный калаш, который постоянно заедает. Его параметры это ренджа 200, урон по игрокам 37 и урон по зомби 99. Ладно, на калашик мы посмотрели, давайте перейдём уже к оружию ближнего боя. И первая на очередь у нас посох, а именно апгрейдит посох. Красиво выглядит и его ID 57091. Урон по игрокам 83, по зомби 150. Можно получить из обычного посоха путём крафта с зелёным кристаллом. Кстати, на столе лежит вот обычный посох, его ID 57093. Урон по игрокам 33, по зомби 25, что в разы меньше. Поэтому лучше скрафтить улучшенный посох, он смотрится получше и вообще сам по себе классный. Следующая на очереди у нас, конечно же, дрель. Такая, ну я бы сказал, даже бур. Классная штука, напоминает бензопилу против толпы кепок незаменимое оружие. Его ID 57334 и урон по игрокам 25, по зомби 45. Разносит всё просто отлично. Следующие у нас две рофельные пухи, а именно золотая рыба меч, а именно golden swordfish. Урон по игрокам 84, по зомби 150. Можно получить, улучшив обычную рыбу с помощью кристалла magenta. Кстати, здесь лежит обычная рыба, которую можно превратить в хавку. Но хавку лучше приготовить. Либо из этой рыбы можно приготовить улучшенный золотой golden fish, как я уже сказал. Точнее, golden swordfish. Итак, с ближним оружием мы заканчиваем и переходим уже к огнестрельному. Небольшой дождик на карте, но он нам не помешает. Первое, с чего мы начнём, ну это, наверное, модуль для танка Т-34. Собственно, его пуха. ID 57300 и его рейнджа составляет 14, урон по игрокам 300, по зомбам 5000. По объектам 1000, транспорту 6500, что позволяет с первого удара взрывать, структурам 1400 и животным 500. Следующий у нас идёт снайпка соус. Рейнджа 350, урон по игрокам 91, по зомби 300. Использует rifle снайперский патрон. Если использовать хайд калибр, то получим минус 50% урона структурам. Но будем пролевать структуры. Переходим к валентайну. ID 57053. Рейнджа 250, урон по игрокам 16 и по зомби 70. Конечно, это всё невидируется очень большой скорострельностью. Неплохая пуха на средней и малой дистанции. Можно расстрелять игрока вплотную, и он даже не успеет ничего сказать. Следующая пуха это мойска. Их здесь две, и они немного отличаются. Этой ID 57058. Имеет рейнджу 250, урон по игрокам 35 и по зомби 70. В принципе, неплохая пушка обычная. Интереса прям сильно у меня не вызвала. Следующая пуха также мойска, только уже статическая. И поменьше она там в смысле в папке. ID 57081. По рейнджей урону игрокам и зомби также. Но отличие только в оптике. То есть, есть вот такая оптика, и может быть ещё там приклады у некоторых различаются. Следующая пушка отличается тем, что её нельзя использовать. А можно поставить только в турели. Отличается она бесконечными патронами. Рейнджей 250, уроном по игрокам 20. Хотя в скобочках тут множитель на 5. Зомби 25 и животным 100. Используется, как я уже сказал, в турелях, но в стандартные турели не влезет. Поэтому нужно использовать турели, которые идут строго с карты Элвер. Следующая пуха рефлекшн. UID 57103. У рефлекшна всего лишь рейнджа 250. Урон по игрокам 33 и по зомби 70. В принципе, мне такие пухи не особо вкатывают. Но если нацепить какую-нибудь оптику и расстреливать, в принципе, за 3 удара можно снести игрока. И пистолет Висп. Рейнджа 200, урон по игрокам 20, по зомби 70. В пистолу встроенный глушак. И это, кстати, очень круто. Можно, не привлекая зомби, расстреливать игроков в каких-нибудь заспавленных локациях. Например, в том же торговом центре. Двигаемся дальше. Следующая пушка под названием ПАК. ID 57128. Рейнджа 200, урон по игрокам 14 и по зомби 70. Если маленький урон, значит большая скорострельность. И, в принципе, если мы начнем стрелять, мы убеждаемся в этом. ID 57133. Называется она Double Down. Просто жесткая отдача. Вверх начинает сносить, поэтому на один выстрел, в принципе, нормально. А дальше нужно уже мышкой прям вниз вертеть. Его рейнджа 50, урон по игрокам 11, но 11 за одну дробинку. Она вылетает, а их вылетает целых 12. И, конечно же, по зомби 28, тоже за одну дробинку. Следующая мы опять смотрим дробаши. И у нас вот ПАЛАС или ПЭЛАС, называйте как хотите. Тоже прикольная штука. Рейнджа 65, урон 13 по игрокам и по зомби 28. Его ID 57135 и, в принципе, неплохо. Единственное то, что нужно постоянно передергивать. Переходим к таску. ID 57138. Рейнджа 350 и урон по игрокам 63 и по зомби 3 сотки. В принципе, пуха так, ни рыбы, ни мяса. Потом переходим к следующему, а именно пулемету. ID 57145 и называется HitWave. Тяжелый такой пулемет с неприличной дистанции. Рейнджа составляет 350 единиц. Урон по игрокам 54, то есть два выстрела и игрок ложится. И по зомби 3 сотки. Очень странный рейнджа для пулемета, но мы двигаемся дальше. Следующий у нас, конечно же, Skyluck. ID 57164. Рейнджа также 350 единиц. Урон по игрокам 91. По зомби 3 сотки. Если нацепить какую-нибудь оптику, то было бы классно. Следующая пуха Паук. ID 57205. Это приятные ночи пуха и в принципе она мне впутила. Следующие две пухи отличаются только цветом. Называется она Rebel и Red Label. Рейнджа 350. Урон по игрокам 111. То есть игрок всегда практически будет отлетать. По зомби 300 единиц. Двигаемся дальше. Следующая пуха ID 57211. Называется также Паук, только помечена в папке Statik. Отличается от других пух тем, что есть какие-то другие обвесы. Обвесы я, наверное, не буду разбирать, потому что для меня это такая тема. Рейнджа 250. Урон по игрокам 30. И по зомбам 70. Скорострельная приятная пуха, как я уже говорил. Следующая пушка опять Rebel, ID 57280. Тоже помечена как Statik. И здесь уже есть небольшие отличия. Рейнджа 350. Урон уже не 111, а 110. И по зомби 300. Следующая пуха опять пулемет. Hitwave. ID 57281. Помечена как Statik. Отличается всего лишь небольшими изменениями в задней части. И все. Следующая пуха Пак. ID 57282. Рейнджа 200. По игрокам урон 14. И по зомбам 70. Стандарт. Дальше у нас опять. Мойска идет, только уже голд версия. Рейнджа 250. Урон по игрокам 35. И по зомби 70. Следующая, как вы уже догадались, это Hitwave Gold. ID 57476. По характеристикам все так же. Рейнджа 350. Урон 54. И по зомби 300. Как вы уже догадались, это голд версия Rebella. Но здесь хоть есть небольшое отличие. А именно в роне. Рейнджа 350. Урон по игрокам уже 112. Если смотришь считать через множитель, то в принципе неплохо. Следующая пуха мне показалась интересной. Сейчас скажу почему. Называется она Пандиколейт. Ее ID 57486. Рейнджа 65. Урон по игрокам 10. По зомби 28. Это просто мега автоматический дробаш. И если игрок просто на ближней дистанции подойдет к вам, он обоссорется. Потому что вы его продрявите. И это будет не игрок, а друшлаг. Следующий у нас дробаш. Катдаун. Рейнджа 35. Урон 12. По зомби 56. Особенность этого дробаша это жесткая отдача. И конечно же двойной дамаг по зомби. И последнее что лежит на столе в данный момент. Это Hitwave Gold THICC. ID 57489. Просто имбо пулемет, который не имеет отдачи. Имеет бесконечные патроны. Рейнджа 65 тысяч. То есть простреливается практически вся карта. Урон по игрокам. 2000. По зомби 5000. Просто можно защищать всю карту. Если особенно это школу админ. Это просто серверу жопа будет. Любые постройки сносятся на раз. Блин. Классная пуха. На самом деле в ваниле я не знаю где ее достать. Может быть это какой-то тестовый образец. Но блин она очень классная. Итак. Снова накидал оружие на стол. И первый у нас пуха. ID 57490. Называется Бластер. Пуха во второй слот. Что очень неплохо. Поэтому перекрывает все минусы. Рейнджа у него 200. Урон по игрокам 42. И по зомби 70. В принципе в меру интересная пуха. Из-за того, что можно поместить во второй слот. Следующая пуха вам знакома. Опять по диколейта. Только уже с глушаком. Тот же самый дробаш. Только уже есть кое-какое навесное оборудование. Рейнджа 65. Урон по игрокам 10. По зомби 28. Следующая пушка уже мы не видели. Называется она Hellcat. ID 57511. Рейнджа 200. По игрокам 29. И по зомби 70. По мне не очень крутая пуха. Но зато имеет уже другие режимы стрельбы. Опять переходим к голд оружию. Здесь у нас опять дробаш. И тот же самый пандиколейта. В принципе по характеристикам не отличается. Кроме рейнджа уже не целых 65. А целых 66. Версия голд тоже находится с глушаком. Поэтому нормально пойдет. Крусейдер. Рейнджа 200. По урон игрокам 36. По зомби 130. Мне кажется ванильный арбалет наверное больше урона наносил. Поэтому совершенно неинтересно. Единственное то что вывозит это внешний такой средневековый вид. Ну и последнее то что на столе валяется это Hellcat Static. ID 57518. Тот же Hellcat только с мазлом. Вот и все. Следующая пачка пуши которую вы видите на столе не отличается ничем кроме цвета. Называется она Deflection и различается только цветами. Имеет интересный вид и наверное скажу про характеристики. Рейнджа 250. Урон по игрокам 47. По зомби 300. Мне она не очень то вкатила. Поэтому все IDшники будут в описании. Опять навалили пух на стол. И у нас опять Hellcat. Но уже голд версия. Рейнджа 200. Урон по игрокам 29. По зомби 70. Называется пуха у нас Кот. Кот. Что то я Кота Ютуб сразу вспомнил. Рейнджа 350. Урон по игрокам 66. По зомби 300. В принципе неплохая пушка. Хорошая отдача. Мне нравится. Следующая пуха так же называется Кот. Только уже Аметист Кот. Рейнджа 351. Что уже на одну единицу больше. Урон 67 по игрокам. Тоже на одну единицу больше. И по зомби 300. Отличается большим магазином. И некоторыми различиями в модулях. Поэтому забьем. Следующие три пухи у нас повторяются. Называются они Скайлак. И у них ID 57, 551, 552 и 553. Черные, синие и конечно же коричневые. Рейнджа у них 350. Урон 91. И по зомби 300. Как я же говорил сюда оптику нацебить и будет неплохая такая пуха. Опять много-много пушек. На первый взгляд можно увидеть, что они практически ничем не отличаются. Но все-таки есть небольшое отличие. Вот эта полосочка. Только она меняет цвет. Блин, нафига. Называется пушка. Это Reflection. Белый, черный, синий, коричневый. И синий-голубой, зеленый, красный и желтый. Здесь у нас Skylark. Вроде у нас 4 или 5 штук. Кстати, я так сказал. Вроде. Здесь я нашел такую интересную картину и поставил ее для теста. Есть у нас синий-голубой, зеленый. Здесь всякие, короче, разные. ID-шники будут в описании. И последнее, что заслуживает внимания, это Valentine. Неплохая скорострельность. ID-57619, рыжа 250, урон по игрокам 16 и по зомби 70. И небольшой бонус. Это аналог С4, граната и самодельная граната. У С4 ID-57064, урон по игрокам 200 и по зомби 5000. Грена, в свою очередь, ID-57065, урон по игрокам 185, по зомби 1000. Ну что ж, получился вот такой небольшой обзор. Кстати, по спискам я смотрел в стиме, смотрел у других ютуберов. Они какие-то делали неполные. Поэтому я выложил все, прям все пухи, которые имеют отдельные ID-шники. Даже если они чуть-чуть похожи, но это все-таки статик в голд-версии. Поэтому они заслуживают отдельного внимания. Поэтому я не стал сюда включать видеоролик. Отдельные модули, как рекойлы, мазлы и прочие вещи. Потому что они уже нацеплены на эти пушки. В ID-шниках, наверное, рифлы, как там, райфл оставлю в ID-шники. Для снайпы и прочее, о чем я говорил, короче. И, в принципе, на этом все. С вами был Эстерн. Если ждешь видео по квестам, обязательно запасись терпением. И поставь лайк. И оставь любой комментарий под этим видео. Пока.